Почтить память ушедших собрались действующие разведчики различных войсковых подразделений, ветераны, те, кто проходил срочную службу в рядах военной разведки, воспитанники военно-патриотических клубов и представители общественных организаций. Поздравляю всех разведчиков с праздником, желаю всем благополучия, мира, процветания и чтобы они свой воинский долг могли выполнять только на площадках по воспитанию в военно-патриотических клубах. День военного разведчика в России празднуется ежегодно 5 ноября. Именно в этот день в 1918 году было создано главное разведывательное управление ГРУ. В нашем городе наши земляки очень многие принимали участие в горячих точках, в других конфликтах, в том числе и будучи военными разведчиками. Мы гордимся теми земляками, которые свою службу провели именно в этом роде войск. Депутаты городского собрания стараются уделять должное внимание ветеранам данного вида войск. Мы поздравляем всех ветеранов, всех служащих сегодня военной разведки, вообще нашей армии с данным праздником. Надеемся всем здоровья, благополучия, мирного неба. Военная разведка всегда была элитой армии и мощным инструментом защиты национальных интересов страны. В этих войсках служил и Константин Барбаянов. Ветеран войны в Афганистане знает не понаслышке значение слова «война». Именно пожелание мирного неба самое главное и в адрес подрастающего поколения. Самое главное – мирного неба над головой, чтобы у них были только учения и занятия, чтобы не было войны. Потому что война – это страшная война. И я не буду даже говорить, хотя мне пришлось повидать такие вещи, о которых не хочется даже вспоминать. Но поскольку человеческая память избирательна, как-то не получается забыть об этом. Порой снятся и сны, порой и с ребятами, когда встречаемся, наворачиваются, скупая мужская слеза. В этот день по традиции вспоминают ушедших воинов. В их честь во всех городах страны сегодня возложили цветы и звучали военные песни. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.